Традиционно с первого курса студенты Института дизайна и пространственных искусств разрабатывают дизайн-проекты. В течение семестра им требуется сдать две работы. В преддверии Нового года перед ребятами была поставлена задача разработать оформление домашнего интерьера, в частности комплекта столового текстиля. У всех данных комплектов одна объединяющая тема – это Новый год. Но особенностью всех этих представленных работ в том, что каждая из команд выбрала свою тематику, свой стиль или направление, в котором они разрабатывали этот проект. Они абсолютно разные, но в этом, наверное, и есть этот интерес, который вызывает. Всего представлено шесть дизайн-проектов столового текстиля. Каждый по-своему уникален. А главное – это все труды ребят, которые совсем недавно стали студентами. Одна из первых разработок – «Снегопад». Выполнена в серо-красных оттенках. Важно здесь все – от вышивки скатерти до разработки ланчматов. Один из самых узнаваемых элементов Нового года – это снежинки, то, что сегодня у нас с вами за окном. Один из сложных тоже комплектов, казалось бы, потому что мы здесь уже использовали вышивку. Вышивка уже тоже выполнялась на нашем новом оборудовании. Тоже достаточно сложные, скажем, в обработке были вот эти вот салфетки, которые сейчас вот так вот декоративно сложены. Полностью разработаны вот эти вот ланчматы, как мы их называем, под столовые приборы. То есть это все было выполнено руками студентов. Следующий комплект – столового текстиля, один из самых смелых и новаторских. Здесь соединены традиции культуры Китая и актуальные идеи в виде 3D-моделей, печати и вырезанных эскизов, которые обычно украшают окна. Но в проекте ребят они нашли другое применение. Интересно то, что учащиеся занимались творческой деятельностью и за пределами университета. Они посетили тематические заведения Казани, чтобы вдохновиться локациями, которые наиболее подходили для их задумок. Интерес к Востоку, он сегодня, наверное, даже уже превалирует, скажем, над всеми другими культурами и интересами. Поэтому, я думаю, обращение к Востоку, тем более у нас очень много китайских студентов, для них это вообще был большим таким подарком, что мы обратились к их культуре, к их традициям. Поэтому такие традиционные элементы, скажем, да, свойственные культуре Китая, они здесь были использованы и показаны. То есть, начиная вот с этих красных фонариков, без которых не обходится новогоднее празднование в Китае, без вот этих вот салфеточек. Сейчас большое внимание уделяется проблемам экологии. Поэтому интересное воплощение нашлось и тематики лесной феерии. Этот дизайн-проект отражает аспекты эко-темы. В нем были использованы натуральные материалы, такие как хлопок, водоотталкивающая ткань и другие. Мы выбрали такие элементы, как еловые ветки, ягоды, шишки, которые были использованы и в декоре. Они символизируют Новый год и зиму. Во время разработки нашего проекта мы использовали печать, которую вы можете увидеть на раннерах и салфетках. А для декора мы использовали, как я уже сказала, в нашем эко-проекте. Мы использовали экологически чистые материалы. Это сосновые ветки, шишки. А вот эти звезды сделаны из бумаги. Следующий дизайн-проект был разработан по мотивам романа «Великий Гэтсби». Этот стиль характеризуется использованием блестящих тканей, перьев, бисера, жемчуга и драгоценных камней. Поэтому оформление получилось в аристократичном, утонченном виде. Перед нами стоялась задача разработать столовый текстиль. То есть мы подготовили скатерть, которая сделана из атласа, и подготовили раннер, дорожку. Ключевой нашей задачей работы является как раз декоративная вышивка на раннере. Она несет за собой основную суть нашей работы, основную суть нашего проекта. Наша тема сделана по мотивам книги Эп Скотта Фиджеральда «Великий Гэтсби». Основными характерными цветами являются белый, черный и золотистый цвет, которые вы сейчас видите на нашем макете представлений. Веков связующая нить – дизайн-проект, посвященный эстетике Советского Союза. Главными атрибутами атмосферы уюта и тепла стали винтажный сервис и салфетки с зарисовками на тему всем известных открыток художника Зарубина. Еще одна тематика столового текстиля – шебешик. Это стиль интерьера, для которого одновременно характерна романтичность, роскошь и налет антикварности. Элегантность, заключенная в шебешик, делает оформление уютным и узнаваемым среди других стилей. Во-первых, это первый курс, и мы рискнули и попробовали дать им такую командную работу. Конечно, есть те команды, которые и сложились, и в срок уложились, и сделали все прекрасно и без ошибок. Да, конечно, у нас будет награждение. Это у нас традиционно по итогам каждого дизайн-проектирования, каждого проекта. Поэтому, да, конечно, есть лучшие, но мы никому не говорим, что они есть худшие, просто есть кому-то еще к чему стремиться. Помимо основной задачи создания интерьера, ребята позаботились и об оформлении потолка. Над каждым столиком была размещена экспозиция, отражающая тематику дизайн-проекта. Кристина Отекина, Тимур Ахметов, Универновости. Редактор субтитров А.Семкин